Продолжение следует... В эфире телеканала Кустаная, передача иммунитет в студии Маргариты Иванова. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях заведующий акушерско-гинекологическим отделением поликлиники номер 2 Стерек Стерекулов. Добрый день! Здравствуйте, Маргарита! Рада вас приветствовать. Как настроение? Спасибо, хорошо. Как добрались до нашей студии? Все хорошо? Жарко? Жарко, сегодня особенно. Ну давайте начнем с такого общего вопроса. Кто такой хороший гинеколог? Как бы вы ответили на данный вопрос? Хороший гинеколог. В любом случае гинеколог – это врачебная специальность, это врач. Как любой доктор, да, можно сказать, есть доктора, которые хорошие, люди называют хорошие или нехорошие. Все зависит от того, насколько доктор к любому пациенту относится, понимает его проблему. То есть насколько человек, пациент, женщина, сейчас и для гинекологов, насколько она может ему открыться и рассказать суть проблемы. Ведь не зная всей сути проблемы, то есть если женщина не узнав, так называемый анамнез, их собрав, то можно назначить неправильное лечение, можно определить. В этом плане можно в дальнейшем привести к неудовлетворительному исходу, в дальнейшем, то есть неудовлетворительному исходу, то есть не вылечим заболевание. Если доктор полностью пациенту себя располагает, то есть полностью он может рассказать все нюансы, которые, может быть, возможно, вывести на такую тему, которую женщина может даже сама не предположить, выяснить причину. То есть доктор будет задавать какие-то там вопросы, которые дополнительно женщина может не обратить внимания, через чего, возможно, возникло это заболевание. И к этому привести, и тем не менее, и в дальнейшем привести к тому, чтобы назначить лечение, которое благополучно повлияет на здоровье. Вот мы уже немножечко поговорили перед эфиром, да, про то, что есть две категории женщин. И есть мужчины-гинекологи, да, и одни к ним бегут, потому что знают, что это лучшие специалисты в данной области, а другие очень сильно боятся к ним идти. Вот вы в своей практике сталкивались с такими женщинами, или, может быть, на первых порах работы какое-то стеснение чувствовали с их стороны, когда они приходят на прием? Да, да, я об этом слышал, я с этим знаком, существует, да. Но, опять-таки, в первую очередь есть такое понятие, что врач – существо бесполое. То есть все, что происходит в кабинете гинеколога, доктора, оно остается только между доктором и пациентом. В частности, женщины, если это имеется в виду, гинекологический, акушерский гинекологический профиль. Но, скорее всего, это какое-то стеснение со стороны женщины идет, непосредственно пациент со стороны женщины. Потому что мужчина, женщина, доктор-гинеколог, в первую очередь доктор, как бы такого подразделения, что нет, вот, ты мужчина, ты будешь таким гинекологом, а женщина будет хуже гинеколога или лучше гинекологом. Такого нет разделения абсолютно. То есть женщинам бояться не стоит, да? Абсолютно нет. Хорошо, сегодня мы говорим про планирование беременности, правильно? Вот давайте начнем с того, насколько сегодня женщины вообще ответственно подходят к этому процессу, потому что, мне кажется, это вообще самое главное событие в жизни любой женщины. Да, 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 да. Планирование беременности – это, как вы сказали, самый главный процесс, потому что в зависимости от того, как женщина, семейная пара запланирует беременность на доагестационном этапе, то есть до беременности, как она серьезно, насколько серьезно она отнесется к своему здоровью, понимая, надо учитывать то, что любое заболевание, которое может протекать у женщины в хронической форме, вялотекущей, то есть заболевание, которое она, возможно, даже не знает, но во время беременности эти заболевания могут усугубиться. Усугубиться, как может усугубиться, может само заболевание в течение его, и может повлиять, непосредственно оно может повлиять на беременность, то есть на плод, на беременность. И в дальнейшем это может даже привести к тому, что может привести к неголополучному исходу беременности, не долгожданному исходу, так, рождению ребенка, а печальному исходу. Поэтому все семейные пары необходимо обследоваться до беременности, это называется преградарная подготовка. Я вам сейчас скажу, даже есть многие женщины, многие люди даже не обращают внимания, говорят, что вот у меня анемия, анемия. Ну, что такое анемия, да, живу-живу, хожу-хожу, ничего страшного, там, витаминозы говорят, ничего страшного, приходят-проходят. Как таково, в большей жизни оно не играет роли, но во время беременности очень сильно оно сказывается, потому что питание ребенка происходит за счет матери. За счет крови, ну, грубо говоря, за счет крови, за счет того, что есть, насколько там уровень гемоглобина, такое питание происходит для ребенка, достается ребенку. Если уровень гемоглобина низкий, анемия выставляется в диагноз, то и питание тоже происходит в меньшей степени ребеночку. Меньше степени ребеночка питания, менее сильный иммунитет в дальнейшем будет у ребенка. Таких заболеваний очень большое количество, которые, вот как я сказал, белотекущие, хронические, к которым никто не обращает внимания. Поэтому всем семейным парам необходимо, вне зависимости от того, что это их первая беременность или там третья, четвертая, очередная беременность, обязательно перед каждой беременностью необходимо будет проходить исследование, обследование. И при выявлении какой-то там патологии, в частности вот этой хронической, вялотекущей, которую женщина не знает, то необходимо провести лечение, как говорится, подготовить организм к беременности. И потом уже в дальнейшем можно беременеть. Потому что еще есть такая сложность, наверняка все знают, что во время беременности медикаменты, различные медпрепараты, лекарственные средства противопоказаны во время беременности. Потому что они влияют на плод, потому что, может, для матери приносят пользу, но для плода они могут привести вред. Поэтому необходимо лучше, как говорится, превентивной целью лучше вылечить заболевание до беременности и во время беременности, к этим уже не вспоминать, никакими препаратами не лечиться. чем во время беременности потом вставить на выбор или лечить основное заболевание, которое, так как я сказала, может только что убивиться, но с таким условием, чтобы оно не повлияло на плод. То есть это возникает целая дилемма. Лучше и проще будет сделать до беременности обследоваться, за 2-3 месяца до беременности, предполагаемые даты зачатия, и чтобы потом ходить к доктору, грубо говоря, раз в месяц поздороваться, спросить, как дела, доктор у него спросит, как дела, хорошо выглядеть. И разойтись. Померить живот, обменяться в любезности и разойтись и увидеться через месяц. Так, исходя из вашего ответа, за 2-3 месяца нужно начинать об этом думать? За 2-3 месяца до предполагаемой даты зачатия. Хорошо. Мужчина и женщина должны как-то провериться? Одинаково, одинаково, потому что оба несут ответственность. Многие думают, что это женщина, ну, мужчины думают, что это мое-то дело там маленькое. Это ее дело, допустим, решает свои проблемы. Нет, абсолютно, это же обоюдный процесс. Это же, помимо того, что психологически семейная пара просто решила, давайте ведем ребенка, оба участвуют. Оба участвуют. Помимо того, что есть заболевания, которые так называемые экстрагентальные у женщины, есть, к сожалению, есть такие заболевания, передающиеся половым путем. В частности, партнер тоже играет роль большую, ну, играет, естественно, играет большую роль. При наличии этих заболеваний, опять-таки, возвращаемся к тому, как я сказал, лечение будет более тяжело проходить, необходимость будет, на чаше весов будет выставляться, нужно лечить, или все-таки надо будет подождать, посмотреть, как повлияет это заболевание, или не повлияет вообще. Сейчас будем разрушать мифы. Наверняка молодежь об этом сильно не думает. Ну, мол, в 20 лет, что со мной может быть не так, наверняка беременность пройдет гладко. А вот там в 30, в 40 лет уже, наверное, более ответственно подходят женщины, да, к этому процессу. А вот на практике вы как видите, на самом-то деле? Все приходят, или есть кого, потом уже говорите, ну, почему же вы раньше не обратились, можно было бы избежать стольких последствий? С возрастом, да, с возрастом есть риски, возникают риски, они усиливаются, со стороны генетических факторов тоже риски усиливаются. Поэтому думать о том, что я вот 18-летняя, 20-летняя семейная пара, мы семейная пара, ничего страшного не будет. Нет. Есть изоболевания, которые бывают в 18-20 лет. В 30-35, конечно, возможно, их будет больше, если человек в течение этой жизни как бы не обращался в поликлинику, не обращался в лечебное учреждение, и как бы говорит, рукой махал на свое здоровье, ничего страшного нет. Риски есть всегда. Ну, чтобы минимизировать их, за 2-3 месяца, если доктор придет обследование, скажет, что у вас все хорошо, ну и прекрасно, хорошо, хорошо. Прекрасно беременеть. Если есть риски, он обязательно укажет на это и минимизирует эти риски, вне зависимости от того, какой возраст будет у семейной пары, у женщины семейной пары. В каком возрасте сейчас в основном рожают первого ребенка? Потому что если мы посмотрим на наших родителей, то это было 18-20, ну, 22 для первого, это уже казалось какой-то потолок заоблачный. Сейчас молодежь другая, сейчас там мои ровесники 25-27, они даже не думают об этом. Там к 30-ти может быть созревано первого. Вы к ним как относитесь? Для того, что старородящие, или как-то для женщины, для ее организма, вообще есть разница или нет? Разница есть. Опять-таки, в том багаже, багаже заболеваний, которые могут быть к 30-ти годам накопиться. Если женщина семейная пара больше работает, больше занимается бытом, то есть от детьми они пока не подразумевают. Но, тем не менее, моложе не становится, это в первую очередь. Ритм жизни, ритм города увеличивается. Женщины семейной пары много работают, много занимаются своими делами, но в меньшей степени обращают на здоровье. Опять-таки, чисто за счет вот этого увеличивается багаж заболеваний. А для ребенка это тоже как-то влияет или нет? Который еще не рожденный ребенок? Да, конечно. Поэтому эти заболевания, нужно будет их в период пригородальной подготовки нам нужно выявить и убрать. С чего начинается обследование? Вы отправляете на сдачу крови, может быть? Есть протокол, тверденный протокол в Министерстве правоохранения, который для пригородальной подготовки. В первую очередь, да, это, естественно, общий анализ крови, общий анализ мочи. То есть мы начинаем с самого банального. На данный момент это самое банальное звучит. Но, опять-таки, это достаточно исследование, которое дает нам при интерпретации этого анализа, дает большой кругозор. Мы можем определить уже в дальнейшую сторону, куда смотреть. Если то же самое, как я говорил, анемия, то начинаем лечить анемию. Если мы смотрим какие-то исключения, есть изменения по другим параметрам крови, то начинаем смотреть в другие параметры крови, то есть к чему они могут привести. Снижение уровня тромбоцитов, увеличение сои. То есть это все анализы. Общий анализ крови достаточно большую картину нам дает, чтобы вести в правильном пути и найти заболевание, если оно есть. И в каждую сторону заболевание, общий анализ крови, мочи, потом необходимо будет исследовать ЭКГ, электрокардиограмму пройти, консультация экстрагентарного специалиста, то есть терапевта. Терапевт тоже играет достаточно большую роль, не только акушер-гинеколог, и терапевт в врачу-чин практике точно так же смотрит во время беременности, наблюдает за здоровьем беременной. Поэтому вкупе с этими специалистами, со специалистами экстрагентарного профиля, наблюдаем, проводим преиградарную подготовку в семейной паре женщины. С какими заболеваниями вы советуете пока не торопиться, может быть, вылечиться, либо вовсе не рисковать и не рожать женщине? Что является неким стопом? Да, да, неким стопом, да, хорошо звучит, потому что есть определенное количество заболеваний, при которых женщине не рекомендуется беременность семейной паре. Это заболевания, которые могут очень сильно повлиять на саму, не на течение, не на течение беременности, в первую очередь, они же влияют на здоровье матери, которые могут в дальнейшем привести к крайне невероятным исходам. Таких заболеваний есть у нас, да, и мы в первую очередь наблюдаем на них, если есть эти заболевания, то, естественно, мы женщине не рекомендуем беременеть, не рекомендуем беременеть, тем более, если эти заболевания находят в острой фазе, то есть хотя бы, если женщина говорит, я хочу забеременеть, конечно, но давайте мы сначала эту острую фазу уберем, сделаем так, чтобы хотя бы была какая-то затишье этого заболевания, и в это затишье можно будет забеременеть. Если всё-таки нет, то рекомендуем женщине потерпеть, подождать чуть, давайте вылечим его это полное заболевание, потом уже можно будет беременеть. Вопрос от нашей зрительницы, как часто можно рожать? Есть ли какие-то правила в этом смысле? Должен ли организм отдохнуть после предыдущих родов? Ну, смотрите, вопрос интересный. Что значит отдохнуть? Восстановиться. Род и беременность – это физиологический процесс. Это природой заложено рожать. А нагрузка на организм во время беременности бывает при возникновении каких-то заболеваний, при обнаружении каких-то заболеваний, при которых во время беременности тяжело поддаются лечению. То есть, да, если заболевание было выявлено во время беременности, и лечение его нужно продолжить после окончания беременности, то есть только после того, как женщина родит, начнёт кормить, и только после этого нужно будет начать более комплексную, большую терапию. Возможно, это имеет в виду отдохнуть, то есть пролечить основное заболевание. Видите, мы опять-таки возвращаемся, как будто это получается опять преградарная подготовка к последующей беременности. Как только мы нейтрализуем это заболевание, то в дальнейшем проищем, почему нет, беременеть, сколько вам необходимо. Ведь потому что беременность – это прекрасный процесс, рождение ребенка – это вообще самое классное, что может произойти в жизни. Мне понравилось, как вы сказали, что это весьма естественный процесс, да, физиологический, потому что многие думают, что беременность – это как болезнь, да, и они начинают себя ограничивать, там, мне то нельзя, это нельзя, и это и в питании, и в движениях, во всем. Сказывается, это миф на самом деле. То есть беременная женщина может все себе позволить, теоретически, да? Или ее образ жизни должен меняться? В каждой поликлинике мы проводим школы беременных. То есть женщины разные, женщины, которые 3-4-й раз беременеть, которые 1-й раз беременеть, и которые вообще ничего не знают об этом. Да, они все большими глазами смотрят, мы все это объясняем. И на одном из занятий, одно занятие прям посвящено тому, что питание беременных, по-другому называется, что можно, что нельзя. И мы всегда с женщинами спрашиваем, что можно, как вы думаете, что можно женщине питаться? И женщины отвечают, нужно питаться правильно, витамины, фрукты, овощи. Ответ абсолютно неправильный. Как бы странно ни звучало, правильный ответ будет, питаться нужно тем, что женщина требует, что требует организм. Если организм требует, например, фрукты, овощи, то захочет женщина сама. Есть много анекдотов, есть много баек, когда женщина ночью будет мужа, говорит, я хочу клубники, несмотря на то, что на улице зима, февраль, месяц. Значит, организму требуется, и это нужно дать организму. Это для того, чтобы правильно развивался организм, организм, который растет в животе у женщины. То есть ребеночек, который еще маленький, он требуется, ему требуется вот этот витамин, который содержится, грубо говоря, в клубнике. Ему без разницы, зима не зима, ему необходимо. В таких целях мы беременным назначаем комплекс витаминов, потому что у нас больше полгода, у нас зима, к сожалению, клубнику не каждый день можно будет найти. Мы назначаем комплекс витаминов, мы назначаем их на дагестационном этапе, то есть во время преградарной подготовки, чтобы организм, как говорится, уже насытился этими витаминами. И ночью жена не будила, не говорила, единочь, в арбуз, за арбузом или за клубникой. Смотрите, многие начинают заставлять себя. Ну вот, допустим, раньше она где-то там работала, особо не обращала внимания на свое питание, фастфудом где-то там заглушила голод, и все, на этом все нормально было. А теперь же я беременна, значит, должен там лежать банан, который я не хочу есть, но заставляет себя. Вот это некое насилие, Наталья Николаевна, или так нужно делать все-таки? Если, опять-таки, возвращаясь к тому, что, как я сказал, если хочется, ешьте. А если нет? Заставлять себе не надо. А если хочется фастфуд? Это же вредно. Не встречал еще ни одной женщины, которая говорит, вот хочу поехать фастфуд съесть. Больше говорят женщины, вот я хочу все-таки такого, что-то более полезного. Кто-то говорит, я больше хочу мяса, кто-то хочу хлеба. То, что естественно для нашего питания, для нашего организма. Давайте я делаю небольшую паузу. Сейчас у нас рубрика «Полезные советы». Внимание на экран. Нет сомнений в том, что правильное питание идет на пользу организму. Недаром говорят, ведь мы – это то, что мы едим. Все знают, что питаться нужно правильно, но что на самом деле кроется за этим понятием? Здоровым считается такое питание, при котором человеку обеспечивается полноценное развитие, рост, жизненная энергия и отличное самочувствие. Необходимо, чтобы в рацион питания входили все продукты разных групп. Именно овощи, фрукты, злаки, молочные, кисломолочные продукты, мясо, рыба. Какой бы вкусной ни была нездоровая пища, знайте, что она вредна для вас. Частое употребление фастфуда может иметь негативные последствия для здоровья. Многочисленные исследования доказывают, что причиной развития заболеваний часто являются вредные химические составляющие, содержащиеся в продуктах питания. Следует отдавать предпочтение варке и тушению еды при готовке. Проблемой современного мира считают еду быстрого приготовления. Именно фастфуды, полуфабрикаты. С одной стороны, да, это просто удобно, экономит наше время, но поглощая такую пищу ежедневно, навряд ли на желудок скажет нам спасибо. В фастфуде находится большое количество трансжиров, которые повышают холестерин крови и способствуют развитию заболеваний сердца, диабета, ожирения, рака молочной железы, болезни Алисгеймера, желчнокаменные болезни. Трансжиры – разновидность ненасыщенных жиров. Они встречаются в нейтральных продуктах, но в небольшом количестве. Так, в курином мясе извинений всего от 0 до 2%. Такая концентрация не представляет опасности для здоровья. Но искусственно созданы трансжиры, которые образуются при дезодорации и гидрогенизации растительных масел, повышают риск серьезных заболеваний. Чтобы сократить долю трансжиров в рационе, следует внимательно ознакомиться с этикетками продуктовых товаров. Если в составе указаны частично гидрогенизированные масла, то это и есть трансжиры. Наибольшее количество вредных веществ содержится в заменителях сливочного масла и фастфуде, гамбургерах, картошке фри, жареной курице, кексах и пирожных, чипсах и замороженных полуфабрикатах. Также сейчас есть такое понятие, как снэк, то есть легкие перекусы. К таким перекусам можно отнести чипсы, сухарики, попкорн, луковые кольца. То есть вся та еда, которую любят употреблять сейчас подрастающее поколение, наша молодежь, нужно понимать, что в 80 граммах таких соленых перекусов содержится 5 грамм соли. Это примерно 1 чайная ложка без горки. А в день, в сутки человек должен употреблять 3-4 грамма соли. То есть перекусив маленькая пачка чипса, вы уже превысили норму соли, которую должен употреблять человек. Снижение потребления соли до нормы и ниже позволит сохранить ваше здоровье, снизить риск неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердца, сахарный диабет, рак, сократит инвалидность от инфаркта миокарда и инсульта, предотвратит развитие катаракты, сохранит водный баланс в организме, избавляя от отеков и выводя излишнюю жидкость. Важно помнить, что заболевания могут вызвать не только определенные продукты, но и способ их приготовления. Сбой в гормонах вызывает так называемая ультраобработанная пища. Такая еда содержит много сахара, жира и соли, но бедна витаминами и клетчаткой. Все же, если вы решили придерживаться правильного питания, вам максимально нужно будет сократить потребление фастфуда, полуфабрикатов, постараться исключить из рационного питания жареное, копченое, сладкое, соленое, также сладкие газированные напитки. Одним из самых вредных продуктов считают именно чипсы и газировку. Они несут минимум пользы, зато много калорий в них, жира и сахара содержатся. Полезно употреблять зеленый чай. В нем содержатся антиоксиданты, зеленый лук, орехи и рыба. Также для здоровья рекомендуется есть помидоры и капусту. Какая именно, брокколи или обычная, цветная или брюссельская, не имеет значения. Все они содержат сильные антиоксиданты, которые могут снизить риск возникновения заболеваний. Зелень с темными листьями – богатый источник каротиноидов. Они удаляют из организма опасные радикалы. Соблюдайте режим питания. Желательно, чтобы вы принимали пищу в одно и то же время. Готовьте правильно. Важное значение имеет именно метод обработки пищи. Лучше готовить пищу на пару или варить ее. Жареное сократить до минимума. Утром завтракайте. Отказываться от завтрака – это вредная привычка. Ешьте свежее, только свежеприготовленную пищу. Важную роль играет качество продуктов питания. Чтобы еда не залежалась в холодильнике, готовьте небольшими порциями. Покупайте пищу с хорошим сроком годности в проверенных местах. Еще один важный момент. Наслаждайтесь трапезой. Не торопитесь, а тщательно пережевывайте еду. И помните, что именно здоровое и правильное питание способно подарить человеку здоровье, долголетие и красоту. Продолжается наш эфир. А вот если первые роды были достаточно сложные, может быть, где-то опасные, второй раз женщине рожать можно или нет? И в чем опасность? Я понимаю, о чем вы говорите. Давайте начнем с того, что сами по себе роды, то есть естественные роды, это физиологический процесс. Природа так заложена. Женщина должна рожать. Может рожать, но есть все для этого необходимо. Если возникли какие-то изменения, то есть уже не в сторону физиологии, то есть, скорее всего, о кислоречении мы говорили. Кислоречение уже не является физиологическим процессом, это является операцией, оперативным вмешательством. У любого оперативного вмешательства есть последствия. И эти последствия знает, естественно, доктор. При последующей беременности необходимо учитывать обязательно эти последствия, которые в дальнейшем могут усугубиться, если неправильно их корректировать, если не обратить на них внимания. И поэтому особенно сильно нужно всем женщинам, которые первая беременность была, одна из беременностей была, закончилась кислоречения, особенно необходимо консультироваться с доктором. То есть, ходить на приемы, слушать то, что доктор говорит, рекомендации доктора выполнять. Потому что зависит от того, после первого кислоречения, после одного кислоречения, женщина может в дальнейшем самостоятельно рожать. То есть, уже может быть физиология. И в дальнейшем это может хоть сколько раз, она может рожать физиологически. Но это зависит напрямую от женщины. Если она послушает доктора, она будет выполнять его рекомендации, проходить должное обследование. И в дальнейшем это может привести к естественному роду рожать. Если, к сожалению, там возникает опять такой момент, что делается повторное кислоречение. Повторное кислоречение, это уже возникает, это уже следующая беременность уже не будет физиологическая. Она будет протекать, так называется, беременность такая-такая-то, рубец на матке. То есть, рубец, останется рубец. Рубез такая часть, как все знают, она плохо поддается растяжению, то есть роды уже не будут физиологическими. Матка во время родов растягивается, во время беременности растягивается, а тот участок, если бы оздекает кислор replicated, он уже не растягивается, то есть ребенку уже немножко сложнее будет проходить период гистации, то есть беременности, и родорешение будет уже не физиологическое. Поэтому в последующей беременности после кислор Xuhtag обязательно нужно консультироваться с доктором, наблюдаться у доктора, не пропускать явки, потому что от каждого времени каждой явки есть определенный спектр обследования и анализов на каждом сроке беременности. И обязательно нужно рекомендации выполнять доктора. То есть вы, как врач, понимаете, что кесарево – это самое крайнее решение, да? То есть вы будете до последнего бороться, чтобы женщина… Физиологически, да, закончила разрешение. Потому что сейчас же модно, даже в интернете можно прочитать, я хочу себе назначить определенную дату рождения ребенка, пусть это лучше будет кесарево, я не буду мучиться, я приеду, меня, значит, разрежут, достанут, и все будет хорошо. Разрежут, достанут – это, как я говорил, это достаточно сложный процесс. Кесарево-режечение – это достаточно сложное, травмоопасное. И осложнений после кесарево-режечения, с количеством осложнений после физиологических родов в 15 раз больше. Есть осложнения, которые могут возникнуть сразу после родов, а есть осложнения, так называемые, отдаленные, которые в дальнейшем женщина сейчас может не узнать, но потом лет через 10 она может встретиться с ними и будет говорить, а, это за счет кесарево-режечения. Надо было тогда поменять свою психологию, надо было все-таки согласиться на естественное родоразрешение. То есть в большей степени или в меньшей, но последствия не избежать данного вопроса? Однозначно будут последствия после кесарево-режечения, как после любой операции, инвазивной процедуры, будут изменения в организме. А возрастные пары сегодня приходят беременные? Да, конечно. Это модно сейчас там под 50 как-то так рожать, 45 плюс, может быть? Эти звездные пары насмотрятся и тоже, может быть, захотят вслед. Рожают, рожают. Ну, опять-таки, вот здесь интересный момент. Люди, которые постарше, под 50, да, они более тщательно все-таки относятся, понимая, что есть риски определенного характера, и они обследуются более, более чаще желают обследоваться на преградарную подготовку пройти. И правильно делают. Правильно делают, потому что тем самым минимизируем риски, как я и говорил уже в дальнейшем, чтобы беременность проходила более легко, и роды были физиологическими. С какими мифами вы еще столкнулись вот за свою практику? Какие, может быть, глупые вопросы задаются? Или вам приходится успокаивать или говорить, зачем же вы читаете эту ерунду в интернете, все неправда? Да, мифов их достаточно много, но, да, в частности, они берутся все из интернета. Конечно. Это же самое простое, зайти, начитаться, да, и потом сидеть, переживать. В интернете каждый может что-то написать, каждый завести какой-то блок себе, неподтвержденная информация, непроверенная, они могут все, как говорится, пойти в массы, поэтому мы, естественно, говорим, всегда рекомендуем женщины, придите, спросите, придите, спросите, актуально ли для вас вот это, например, заболевание, вот этот миф, который вы хотите думать, что он есть, актуально ли для вашего организма он или нет? Может, вообще даже не стоит вам об этом переживать, это может, что-то другая будет проблема, но не ваша. Не стоит забивать себе это в голову. Поэтому каждая беременность, она должна протекать индивидуально. И каждая беременность, она, даже если женщина говорит, я вот двоих родила, я все знаю, нет, каждая беременность протекает индивидуально. В первую очередь, потому что это другой ребенок вы рождаете, и как моложе ты не становишься, каждый раз женщина старше становится, изменения в организме происходят. Каждая беременность, в любом случае, она будет индивидуальна. И слушать нужно только профессионалов в этом вопросе. Подходить с доктором, да, с доктором консультироваться, не стесняться задавать вам вопросы, доктор ответит в любом случае. И нужно будет, наоборот, подсказать, есть такой-то вопрос, который меня смущает. Я не могу вам его сказать, например, по анализам вы этого не знаете, не определились, но я могу подсказать. Наоборот, диалог должен быть с доктором, с доктором, который вы наблюдаете по беременности. Должен быть открытый диалог. Доктор больше знает про вас, лучше назначает лечение, если необходимость есть, если нет лечения, то и не назначает его. Самым лечением, естественно, заниматься необходимо, противопоказано. У нас не так много времени до конца эфира. Вот какие три совета вы можете дать нашим женщинам? Какой урок, может быть, они должны вынести из этого эфира для себя? Ценные наставления. Ценные наставления. В первую очередь, необходимо о своем здоровье заботиться самого раннего периода. В частности, с подросткового периода. К сожалению, уже время-то упущено. И тем женщинам советую, тем женщинам, которые стали мамами, рекомендовать заниматься репродуктивным здоровьем своих дочерей уже с того момента, как девочка становится девушкой, превращается. Уже нужно говорить. Стесняться об этом не надо. Что к чему может привести ранние половые связи, к чему может привести ранняя беременность. А это стесняться не надо, потому что те заболевания, которые возникают в раннем этапе, в подростковом периоде, они очень плохо сказываются в целом на репродуктивном здоровье, который может в дальнейшем до 45-48 лет. Женщина может реализовать свой репродуктивный фактор, репродуктивную жизнь. И это заболевание, которое обнаружилось в период подростковости, оно может на всем протяжении жизни вносить свои коррективы. Поэтому здоровьем нужно заниматься с самой молодости. То же самое со стороны мальчиков. То же самое. Если кто-то из подростков понимает, то прекрасно, что надо заниматься своим здоровьем. Не стесняться спрашивать. Если вы стесняетесь у родителей, не нужно спрашивать у подружек. Придите к доктору. Никто вас не ограничен, никто не будет смеяться, никто не скажет, зачем ты пришла. Наоборот, правильно скажут. Молодец. Ну и прямо сейчас ваше пожелание нашим зрителям. Они наблюдали за вами 30 минут и хотят услышать какие-то теплые слова. Хочу пожелать, чтобы в эти дни, в этот период, как вы все знаете, сейчас мировая пандемия, надо беречь себя, надо оберегать себя, защищать от себя своих близких. Не болейте и при необходимости обращайтесь к доктору, специалистам. Вам большое спасибо за интересную беседу, удачи в работе. До новых встреч в нашей студии. Спасибо. На сегодня это все. Это была передача Миндет на телеканале Кустанай. До встречи в эфире. До свидания. Миндет на телеканале Кустанай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова